здравствуйте друзья я обещал вам подежурить по америке рассказать о втором раунде дебатов президентских как написала bbc по моему боюсь соврать что кто по серьезному потерял это демократия вообще проиграл в этих дебатах но такие они были специфические я специально поскольку вам обещал все смотрел до конца и что могу сказать значит да я не только смотрел но поскольку пару дней уже прошли вот сегодня заканчивается вторник этот момент когда я с вами разговариваю то есть уже двое суток прошли с момента самих дебатов уже есть какие-то результаты там вопросов людей аналисты там высказываются и так далее очень я все это там посмотрел просуммировал как-то так для вас подсобрал но вот первое мое впечатление человека который смотрел это все он вот вышел трамп на трибуна сцену и у него был вид такой побитой собаки он был абсолютно размазанный вот тем что три дня ну не три два два дня с 5 значит пятница утра ну что пятница субботу ну и полдня воскресенье да вот эти значит два с половиной дня он был просто размазанный вот этой истории с 11 летней давности записью где он там значит высказывался совершенно таких терминах но неприемлемых что ли то есть вот нет никого кто бы его защищал то есть даже самые его там поддерживающие люди говорят что я его поддерживаю на вот этому нет оправдания и объяснений тогда и он уже извинялся там я не знаю чего но дело не в этом дело в том что вот он такой побитый у навоженные приходит на дебаты а к этому времени уже полно народу от него отрекаются республиканцев вот который раньше поддерживали иначе начали него отваливаться и сегодня это вообще вот этот отход республиканцев от него и этот развал внутри партийный как бы конфликт внутри партийный он сегодня очень очень обострился но это уже два дня спустя а вот на самих дебатах он вышел как побитая собака он вел себя вот как бы с одной стороны агрессивненько грязненько грязненько низенько так но но все равно как побитая собака он не был грязным и в боевом настроении он был грязным и прибитым при этом то есть что вообще вдвойне унизить в принципе дебаты как бы но там не так много людей которые аналитически во все это вникают смотрят кто сказал правду кто сказал неправду кто был точен кто был не точен и так далее то есть безусловно есть чисто эмоциональное такое восприятие люди в основном эмоционально воспринимают но с точки зрения содержания это тоже интересно на самом деле все таки мы то с вами как бы думаем что мы соображаем не нужно вот значит поэтому мы интересуемся вот этой частью значит по этой части трамп обвалился так как можно только себе представить но он как бы на самом деле все время выступает по темам которых не понимает вообще ничего но тут он уже совсем об облапошился но например когда там ему говорят но вот и там воспользовался дыркой в закон налоговом законодательстве не платил налогов там много лет он говорит ну правильно они все год так и вот и там и баффет там и кто там вот все друзья клинтонши вот они же специально они же они же не сделают такой закон чтобы эту дырку закрыть тогда друзья потеряют бабки вот они значит вот они и не делали наш было сенатором там два срока где закон клинтон гитая как раз за него голосовала клинтон а он не в курсе он просто не в курсе вообще он говорит о чем-то и он уже уже как бы в пропасть в этот уйдет да и он ей говорит ну и где же твой закон значит она говорит а вот был у нас президент республиканец так взял и мета наложил говорит ему клинтон просто как вот ну лисичка с колобком такие ставите ну вот прямо ну прям сам прибежал вот и и он значит играть вот была бы хорошим сенатором добилась бы говорит он но тоже совсем уже самое ушел в несознанку дальше там был момент очень интересный он говорит вот я там почти 100 миллионов долларов потратила потрачу значит будет за 100 миллионов своих собственных денег почему ты своих денег не потратишь чтобы меньше зависеть там от твоих доноров которые тебе деньги дают и ты нас отрабатываешь там на них и так далее и надо сказать что он первый так в обозримом прошлом кто на свои бабки гуляет но ведь на самом деле в этом есть чудовищная проблема он не может собрать денег то есть человек не способен и не только он сам но вся его избирательная компания которую он как бы строит и тогда они не способны денег собрать он свои деньги кладет потому что он не может он вообще ничего не может он даже деньги собрать не может вот он свои кладет хорошо что у него свои есть и он на клинтон в этом смысле покатил а клинтон собирает деньги неплохо обама когда первый раз там на выборы пошел с маккейном это был первый случай когда много денег собрали на интернете тогда как-то интернет до этого с интернетом в этом плане не было опыта обама на интернете собрал там в три раза больше денег чем маккейн вообще никто никогда быстро столько денег не собирал ну так он и победил ну правильно способность чека собрать деньги это способность чека получить поддержку был еще один момент который может он так знаете прошел может быть не знаю как сказать нормальный чек этого не заметит но там в полемике такой когда он к ней приставал с ее этим mail server и безусловно то что она сделала с этим mail server вся эта история совершенно безобразно я я не хочу сказать и не хочу оправдывать клинтон ну ни в каком виде вообще но он договорился до того что вот когда он станет президентом он значит скажет генеральному прокурору что сам он не может а терни дженерал чтобы тот назначил специального значит там персекьютора который вот будет разбираться с ней и он как когда это и ты у меня будешь в тюрьме он я тебе обещаю что и когда я буду презентом ты будешь сидеть в тюрьме дело в том что в этом есть некая совершенно страшная такая вещь состоящая в том что в развитых странах такого не бывает то есть есть сменяемость власти люди уходя от власти уходя от власти знают что они могут всегда там участвовать в выборах они могут проводить там свою какую-то политику они могут победить на следующих выборах власть меняется если бы новая власть усаживала в тюрьму власть предыдущую то предыдущая власть делала бы все чтобы не уйти от власти понимаете это делали бы перевороты захватывали бы власть как-то там военным путем и тогда ли власть бы никогда никуда не делать эти основы сменяемости власти вот вот в этом и вы можете сказать но если человек нарушил что-то разве неправильно его там преследовать правильно но гораздо правильнее его оставить в покое и дать системе крутиться чтобы следующая власть не думала что с ней также поступят и что нужно заранее расправиться с возможным с возможной оппозиции там и тогда посмотрите что делаются позиции вот скажем но вы знаете где вот там где вы живете что с ней делают посмотрите что стало что сделал янукович вот этой юлей да которая привет я фамилию здесь забыл и там европа возмущалась и америк тоже как политически мотивирована даже если она украла чего-то или там взятки брала и так далее ее нельзя сажать в тюрьму она премьер-министр она руководит политической партии участвует выбор этого нельзя делать разве разве янукович меньший вор он гораздо больше вор чем юля и что теперь давайте поэтому вот это вот то что он сказал это я не знаю это приближается к фашизму в диктатуре тоталитарной власти и так далее это абсолютно абсолютно несовместимое с демократическим обществом вот современным западным там американским европейским и тогда это несовместимо посмотрите что сделали вот в египте да вот этот эль-си-си из исламских этих братьев как они там называют мусульманский маслом брат брата заход я знаю как по-русски и значит его избрали народом его избрал народ а потом дальше пришли новые и как начали его судить и вышку что ли мы там далее за этом но но дело же не в этом дело в том что нет никакой преемственности власти нет никакой смены власти нет никакой демократии не может такого быть то есть этот самый brotherhood лишили возможности участвовать выборах я думаю что если даже будет такая возможность перспективе они может быть воздержат ну а кто хочет чтоб тебя вот так потом судили он же не делал ничего такого что он не обещал допустим там делать вот такая программа он делает свою программу его раз иначе к вышке поэтому что я хочу сказать что он начудил конечно там не по-детски но еще раз люди не оценивают логически многие люди чисто эмоционально это все расценивают поэтому там процентов 32 что ли людей которые смотрели по вопросам они считают что он победил вот значит процентов там оставшиеся да там ну не не может быть не все оставшись там 50 там с лишним считают что клинтон победил то есть она его победила ну как бы с очень серьезным перевесом и опять мы с вами знаем что индикатором общественного мнения является курс мексиканского песо так вот этот песо подскочил вверх на новостях о том что вот вышла этот история с трампом и его записью а после того как значит дебаты прошли еще подросло то есть как бы консенсус таков что значит клинтон его побила побила 2 2 раз подряд причем значит трамп утверждает кричит что он он ее победил с каким-то там решающим преимуществом каким-то вот лавинообразно победил лэнд слайд есть такое слово лэнд слайд вот как ну да как лавина сходит вот такая сель до грязевая такая пункт лэнд слайд вот и раздавил буквально клинтон но вот получается такая история значит дальше с точки зрения взвешивания всяких букмекерских контор которые смотрят шансы на выборах и так далее значит поддержка трампа сократилась например на 4 процента это не связано было с дебатами это было связано с вот этими записями на 4 процента и преимущество клинтон сейчас очень существенное то есть там где-то процентов 67 она его опережает я думаю что дебаты еще к этому добавили но пока вот я не видел каких-то более-менее надежных данных поэтому не не возьмусь пока сказать вот она его как бы там под кузьмилы сильно но самое интересное что началось начался разлад в рядах значит самой республиканской партии то есть они еще молчали когда думали что вот в конце концов уже ладно хрен с ним пусть пусть хоть выиграет да но теперь когда уже понятно что не выиграет когда уже понятно такое позорище вот это вот и все стали с корабля бежать значит примкнувшие там в разные степени в разные моменты потому что им самим переизбираться иди вот выбери изберись и вот пол райан это председатель значит были большинства в палате представителей он сказал что будет один из руководителей партии практически серьезных ведущих руководителей партии он сказал что он он не отзывает свой индорс на свою поддержку значит кандидатуру трампа но он не будет участвовать в его кампании оставшийся месяц а сосредоточиться на том чтобы не потерять большинство которое у них сегодня там в обеих палатах на самом деле вы знаете в обеих палатах ну там степень как бы большинство может быть не такое же прям там доминирующий в сенате особе но тем не менее у них сегодня большинство в обеих палатах вот и они будут пытаться чтобы люди по он сфокусируется на том чтобы значит люди которые баллотируются на выборах в конгресс в обе палаты конгресса чтобы они прошли и чтобы кого позиции партии упрощить они конкретно вот этого кандидата ну и дальше трамп сегодня с утра ну вот в течение часов 6 или 7 сейчас у нас вечера у них там сейчас уже 11 у нас 8 вот он часов 6 или 7 в твиттере а он в твиттере большую такую работу проводит у него как он сказал что нет twitter вместе с фейсбуком там чуть ли не 25 миллионов человек там подписаны вот и он бомбардирует там со страшной силой там я не знаю кого собственно этой люди которые так с ним но но не суть и он значит климит он этого пола райана значит облажал что он неэффективные там никчемный и что он теперь наконец-то рад что значит свалились вот эти вот условности которым он должен был подчиняться он теперь покажет этим вот неэффективным и нечестным там и так далее как надо побеждать вот и в общем он сейчас будет показывать как надо побеждать пишут что надо ожидать что он вытащит какую-то лавину грязи и в общем как бы как в cnn написали что это дебаты после которых хочется принять душ вот уже там было уже но как бы его путь в том чтобы вытаскивать грязь он по-другому не умеет у него нет программы у него нет никаких как сказать решений для страны которые мог бы отстаивать обсуждать и так далее вся его компания это обмазывание дерьмом и вот это было с первого дня он он не умеет по-другому так что вот такое такое у меня значит впечатление и я немножко там до рассказал кто чего там говорит пишет и так далее но в общем вот это фон на котором все это происходит ну а дальше я не знаю значит я уезжаю на недельку то есть я буду послеживать и посматривать не уверен насколько нам удастся на эту тему разговаривать но вот мы ждем там еще три недели уже меньше следующих дебатов очередных но в общем то я думаю что все решится конечно не на дебатах сейчас вот такое время интересное сейчас все во вбросах в прессе вихиликс там какую-то гадость печатает и так далее и в общем да так что интересно интересно посмотрим счастливо